День с толком 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 Стояли гаражи. Начиная отсюда, как попало, стояли гаражи. Людмила Ивановна о своих достижениях рассказывает с гордостью. Она старшая по дому с 2011 года. С тех пор победила более 20 металлических гаражей на территории. Говорит, сносить сложно. Чаще всего гаражи убирают только после судебного разбирательства. А это деньги дома. С этими гаражами, которые сейчас здесь стоят, мы договорились, собрали собрание. И договорились, чтобы они убирали сами. Они нынче летом срезали деревья, убрали за садиком, потому что нас хотела ленинская администрация штрафовать. А эти деньги все идут в содержание. Нам это, конечно, невыгодно. А что делать? Где поставить гараж, решают владельцы земли. Вот, к примеру, гаражи, которые мы снимали в Ленинском районе, стоят на территории жилого дома. А вот эти, в железнодорожном районе, на муниципальной земле. Они здесь с советских времен, но санитарные нормы для всех едины. И правила тоже. Расстояние следует определять от окон жилых и общественных зданий и от границ земельных участков общеобразовательных школ, детских дошкольных учреждений и лечебных учреждений со стационаром до стен гаража или границ открытой стоянки. По санитарным нормам это 25 метров отдаленность от учреждений образования, здравоохранения. Да, практически у каждого учебного заведения или образовательного, или здравоохранения имеются у нас нестационарные объекты. Мы сейчас работают, продолжаем, выполняем. То есть есть уже определенные результаты. Где-то жители уже самостоятельно собственники демонтируют. Но, в частности, большие случаи это по решению суда. В железнодорожном районе уже много лет решают проблемы сноса строений с муниципальной земли. Сейчас убрать нужно более 30 гаражей. Так, около 37-й школы победили 4 металлических коробки. От них остались ямы и мусор. 7 собственников обяжут снести по суду. Хозяев еще 15-ти ищут. Прежде чем убрать гараж, необходимо найти его владельца. И для этого сотрудникам администрации часто приходится дежурить около гаражей сутками. Но есть и другой путь. Можно посветить фонариком в отверстие и увидеть там машину, если она там, конечно, стоит. А уже по номеру машины определить, кому принадлежит гараж. Если владелец найден, вариантов у него нет. Придется сносить. Но мало того, что человек лишится места под машину или для хранения вещей, так еще и сам заплатит за демонтаж. Примерно 8 тысяч рублей. В железнодорожном районе нам намекнули, что где-то есть кладбище гаражей, куда на время отводят демонтированные железные коробки. Многие там и остаются. На карте мы это место не нашли. И чтобы ваш гараж не закончил свой век в неизвестности, лучше удостовериться, что он стоит там, где можно. Или убрать. Но перевозят их тоже, кто куда захочет. Дарья Демиллер, Николай Шелко, Андрей Печеркин. День с толком. Одной из школ Усть-Калманского района в этом году исполнилось 90 лет. Все эти годы она простояла без капремонта. Здание износилось. Современным требованиям не отвечает. Там продолжают учиться дети. В каких условиях, знает Полина Жданова. Капитального ремонта огневская школа не видела с открытия. Это было практически век назад. Штукатурка осыпалась, коммуникацию старели. Крышу, правда, недавно починили. Жители сами латали ее за небольшую плату. Были выделены деньги, 500 тысяч, для того, чтобы мы перекрыли крышу. Конечно же, я считаю, что 500 тысяч было недостаточно. Но мы рады тому, что есть. Потому что текло все, текло везде. Отваливалась штукатурка, видите, у нас ДВП. Сейчас, конечно, сухо. Наконец-то вот этот запах плесени, он ушел. У нас его нет, потому что все прям вот пахло, да, вот этой сыростью. Нет и холода, в котором ученики занимались несколько лет. В этом году меценаты оборудовали соцобъекты села новым котлом. Стены, говорит директор школы, здесь крепкие. И простоят еще не один десяток лет. Однако окна обветшали и продуваются. Физкультурой дети занимаются в ближайшем доме культуры. И для столовой нет спецпомещения. Поэтому ее оборудовали в обыкновенном кабинете. Несколько классов учатся в старом доме священника и детском саду. Кабинетов не хватает. По поводу всех нарушений в школе постоянно шлют предупреждения от проверяющих инстанций. Проблемы решают точно, на краевые отчисления. Точно нет туалеты, то ставят новые двери, сигнализацию. Капремонт запланирован в 2023 году, но огневцы пытаются сдвинуть срок на 2020. Некоторые подвижки случились. Краевые депутаты помогли составить проект ремонта. Обсуждалось, да, естественно. Ремонт фасада, окна, внутри помещения ремонт, классы, ремонт классов. Обсуждалось вот эти проблемы самые основные были. Столовую оборудуют по нормам, расширят учительскую, но об увеличении кабинетов и пристройки речи не идет. Уже в этом году обещали заменить окна. Правда, непонятно, как дети будут учиться, если их начнут менять зимой. Но директоры глава села все равно настроены позитивно. Говорят, ситуация сдвигается с мертвой точки. Глядишь, к вековому юбилею школы, а это через 10 лет, здания все-таки обновят. Полина Жданова, Илья Халяпин. День с толком. В Барнауле и Горно-Алтайске прошли киберспортивные турниры по Дота 2, Контер-Страйк и Клэш Ройл. Среди участников больше 200 игроков. Как пояснили в региональной федерации компьютерного спорта, такие турниры должны воспитать в алтайских киберспортсменах достойных соперников для российских чемпионатов. Первыми в двух командных номинациях стали барнаульцы, а вот лучшее одиночное исполнение за игроком из Горно-Алтайска. Победители получили дипломы и денежные призы. Через несколько секунд о погоде. Спонсор прогноза – компания «Валар». Смотрите нас и в социальных сетях, и, конечно, подписывайтесь. До встречи!